Итак, сегодня мы с вами будем говорить про антикризисное управление и инструменты антикризисного управления. На самом деле, если мы с вами говорим про антикризис, мы сразу думаем, что те проблемы, которые сейчас возникли, нет, они возникли не сейчас. Кризис никогда не создает проблем. Кризис каталицирует только те проблемы, которые были в компании до этого. Если мы посмотрим на любой кризис, а чаще всего то, о чем мы говорим, это кризис ликвидности, ну, когда вам просто денег не хватает, у вас порвало кэшфло, есть две проблемы. Это ошибки либо коммерческие, либо ошибки в администрировании. Ну, что это может быть? Если ошибки коммерческие, то у вас либо нет лидов, нет покупателей, соответственно, скорее всего, у вас не оцифрованные каналы маркетинга, вы не понимаете, куда правильно инвестировать и как правильно привлекать людей, либо ваш продукт уже не актуален и конкуренты просто стали намного быстрее, чем вы и продают свой продукт лучше, либо вторая история – это ошибки администрирования, когда, возможно, вы набираете не тех людей, или вы просто не можете их найти, у вас нет воротки найма, вы не знаете, как их адаптировать, вы не знаете, как быстро их вводить в должность и делать так, чтобы они не косячили, у вас не внедрен отдел контроля качества, который не позволяет вам контролировать ваш отдел продаж и ваше производство, возможно, вы просто неправильно управляете вашими финансами и у вас нет отчета о прибыли и убытках или отчета ДДС, поэтому вас порвало кэшфлоу, либо вы не понимаете ваш баланс компании, и не бухгалтерский, а именно управленческий, и вы просто не понимаете, сколько реально нас стоит, возможно, ваша компания уже принадлежит не вам, а вашим поставщикам. Итак, меня зовут Бугров Александр, и я являюсь старшим партнером консалтинговой группы Тревизиум. Более 10 лет мы занимаемся антикризисным управлением, и в нашем портфеле уже более 120 кейсов. Мы работаем для разных брендов и для разных марок. Если говорить о нашем опыте, то с момента наступления пандемии у нас появилось большое количество заказчиков из малого и среднего бизнеса, поэтому те инструменты, которые сегодня я буду давать, они в основном опробированы на них, и их эффективность была доказана именно в малом и среднем бизнесе. Я думаю, что здесь будет наиболее актуально. Итак, что мы с вами сегодня разберем, это финансы, продажи, маркетинг, продукт, персонал и интеграция изменений. Потому что, что бы мы вам ни рассказали, самое сложное всегда это внедрить. Если у вас появляются какие-то вопросы, пожалуйста, записывайте их, потому что пойдем мы быстро, и я с удовольствием в конце на них отвечу. Если не смогу ответить, в конце будут мои координаты, пожалуйста, напишите, я отвечу вам в письме. Итак, следующее, что я прошу вас сделать, это снять плач супергероя. Когда вы вспомните про британских ученых, то я рекомендую задать себе вопрос, вы правы или вы обучаетесь? Итак, финансы. На удивление, немногие знают, что цель любого финансового планирования – это покрытие доходами ваших расходов. Очень часто, приходя в компании, первое, что мы просим, это, естественно, отчет прибыли и убытки и движение дельных средств и баланс. И мы видим, что в прибыли и убытке, к сожалению, прибыль не сходится, прибыли нет. И это говорит о том, что это баг финансового директора. Потому что именно финансовый директор вашей компании, ну, либо другой человек, кто уполномочен заниматься финансами, отвечает за отсутствие кассовых разрывов и наличие прибыли в компании. Его задача, чтобы деньги втекали у вас просто по горке, а вытекали по наждачной бумаге. Итак, первое, давайте разберемся, в чем разница метода начисления и кассового метода. К сожалению, многие считают, что у меня есть деньги на счету, все хорошо, у меня есть прибыль. Нет, это просто ваши деньги на счету. Если в конце месяца у вас осталась прибыль, возможно, вы не заплатили аренду. Ну, потому что вам дали отсрочку, и вы должны эту аренду начислить себе за этот месяц, и тогда вы увидите истинную свою рентабельность. Поэтому для того, чтобы понимать рентабельность вашей компании и избежать отсутствия, избежать кассовых разрывов, прежде всего нужно сделать отчет о движении денежных средств. Вы должны для себя показать все движение по входу и все движение по выходу. То есть то, что вы получаете, ваша выручка, и то, что вы оплачиваете. Обратите внимание, здесь нет себестоимости. Вы все закладываете просто все деньги, которые вам входят, и все деньги, которые выходят из компании. Второе, это вы должны сделать отчет прибыли-убытки. И первый и второй отчет вы делаете в разрезе, естественно, год, полугода, квартал и месяц. Здесь уже у вас возникает такое понятие, как себестоимость. Когда вы, допустим, продали пуховик, у вас возникает какая-то себестоимость. И не то, сколько вы заплатили за партию, а сколько стоит конкретный пуховик. Естественно, здесь у вас появится валовая прибыль. Вы укажете те расходы, которые вы выставили на реализацию. Вы укажете свои административные расходы, которые, возможно, вы разнесете по отделам. И у вас получится и беда. И, соответственно, после этого вы можете сюда занести свои проценты по кредитам, свои налоги. И вы получите чистую прибыль. Почему рекомендуется обычно разделять две вещи? Чистую прибыль и показатель и беда. Потому что если вы продаете компанию, а в любом случае, если вы делаете какой-то бизнес, то в итоге вы его либо закроете, либо вы его продадите. Но если вы, конечно, не строите Макдонанс или Кока-Колу, то любой инвестор, профильный или не профильный, он будет вас оценивать по EBIT, потому что ему неинтересны ваши налоги, неинтересны ваши кредиты. Ему интересна истинная рентабельность вашего бизнеса. После того, как вы сделали два этих отчета, вам нужен третий отчет, это баланс. И это не бухгалтерский баланс, а именно управленческий. Вы должны понимать, кто должен вам и кому вы должны. И вы должны понимать, какие у вас есть истинные активы. Очень часто, забывая про этот инструмент, в итоге мы получаем, что компания действительно принадлежит кредиторам, а не собственнику. И если завтра не все предъявят свои требования, к сожалению, компании просто не будет. Когда вы составили три этих формы, и баланс единственная форма, которая составляется на разрез даты. Она не вставляется на год, не вставляется на полгода, на месяц, а это именно в ту дату, когда вам необходимо делать срез. Когда вы составили эти формы, самое важное начать планирование платежей. И в кризис мы планируем наши платежи не заранее, на месяц вперед, это просто наш бюджет, а мы планируем наши платежи, исходя из того, что нам поступило на счет. Здесь обычно с клиентами мы делаем заморозку всех операций на неделю, за неделю накапливаются деньги на счету, и после этого начинается их распределение. Какова методология распределения? Прежде всего, вы должны свести все остатки, которые есть на ваших счетах. Вы должны понять, какие у вас будут расходы, как это сделать. Вы делегируете вашим сотрудникам, собрать все расходы, которые необходимы по их подразделениям, и сверить их с бюджета. Это первая точка контроля. Второе. У вас есть финансовый комитет, обычно это исполнительный директор, финансовый директор, коммерческий, возможно, собственник компании. В кризис сейчас всего это собственники участвуют. Вы должны собрать все расходы, и уже после этого в приоритизации начать их разносить. Какие здесь приоритеты? Первый – это поставщики и логистика, потому что не будет у вас товара, вам будет ничего продавать, у вас не будет никакого дохода. Второй – это налоги, аренда, кредиты. И следующие четыре очень важные фонда. Первый – это фонд учредителей, который вы можете использовать как вывод собственных средств. И для чего их нужно закладывать, я расскажу чуть позже. Второй – это фонд директора, фонд на непредвиденные расходы. Третий – это резервы, которые компания делает, потому что у нас с вами есть высокий сезон и есть низкий сезон. Если мы с вами не резервируем деньги, к сожалению, у нас в низкий сезон этих денег не будет. И опять же, когда в кризис вас рвет, и у вас идет разрыв денежного потока, это говорит о том, что вы не делали вовремя резервирование. И четвертое – это фонд развития. После этого вы только начинаете планировать все остальное. Почему важно запланировать фондирование? Но говорят, нам и так не хватает денег. Поймите, фондирование – это такой же расход компании, как любой другой расход. Компания всегда потратит намного больше, чем вы зарабатываете. Это аксиома. Поэтому деньги учредителя также мы рекомендуем всегда закладывать заранее, чтобы каждую неделю вы могли их вынимать из компании. Еще один очень важный момент – то, что работая с планированием и работая с бюджетированием, вы обязаны привлекать всех ваших сотрудников. Они должны понимать истинную рентабельность вашего бизнеса, потому что только в этом случае у вас не будет глупых вопросов, а давайте проведем корпоративу. Вы всегда скажете, подождите, вы же видите, сколько у нас денег, видите наш денежный поток. Хорошо, найдите, заработайте эти деньги, либо сэкономьте на чем-то, и мы сделаем. У вас есть все инструменты, пожалуйста, принесите решение. С точки зрения софта, ну, самый лучший – это, естественно, Excel или Google Sheets. И, если честно, всегда при внедрении любых финансовых инструментов в более сложных системах, мы рекомендуем вначале все это делать в Excel, чтобы потом уже алгоритмы занести в систему. Если мы говорим о автоматизации, то, безусловно, это 1С. Это очень удобный сервис, мое дело, где малый и средний бизнес просто может отдавать все на аутсорс. И сервис Оргстек. Оргстек – очень интересный стартап, который позволяет, кроме того, что ввести в ваши финансы, также проводить все заявки, и вы можете себя в компании, сделать тут так же, как в делопроизводстве, что заявки будут акцептоваться теми людьми, которых вы уполномочили, и ни один платеж не уйдет без вашего ведома. Итак, когда вы построили у себя бюджет и ДДС, вы должны сделать три финансовые стратегии. Первая – это ликвидационная. Вы должны понимать, на каком этапе вы принимаете решение о закрытии компании, потому что закрытие компании не делается в один день. Второе. Вы должны сделать план, анабиоз, как мы называем, это план-миниум. Когда мы понимаем, что у вас есть, допустим, основной ресурс, грубо говоря, есть пул из 15 основных магазинов, которые вас вытягивают, вот вы их оставляете, остальные 60 закрываете. Точно так же вы не понимаете, как, допустим, работать франчайзингом, вы его убираете. Вот эти 15 магазинов, которые вас будут кормить, после этого подводная лодка всплывает и продолжает свое движение. И третий – это реалистичный план, уже куда вы будете закладывать все ваши хотелки. Для чего он нужен? Если вы хотите сделать какую-то новую стратегию, допустим, сейчас многие хотели открыть интернет-магазин, или вы понимаете, что вы хотите упаковать франшизу, рассчитайте это, заложите это в бюджет, посмотрите, насколько действительно хватает на это вашей маржей, какая рентабельность получается с этого проекта, какие ресурсы вам для этого нужны, потому что вам нужны какие-то люди, какое-то продвижение. Будет это рентабельно или нет? Когда это окупится? И самое главное, насколько у вас хватит денег. И вопрос, насколько у вас хватит денег – это самый важный вопрос, потому что по минимальной модели вы должны задать его себе и честно ответить. Если в какой-то момент вы себя обманете, это сыграет с вами очень злую шутку. Итак, первый принцип в антикризисном управлении – это остановить все инвестиции в долгосрочные проекты, потому что сейчас они не прогнозируются никак. Второе. Заморозьте выплаты по всем обязательствам, кроме тех, которые впрямую влияют на вашу выручку и прибыль. Пересмотрите условия работы со всеми поставщиками. Даже если до этого, вы считаете, что у вас были хорошие условия, мы рекомендуем это делать хотя бы раз в месяц, раз в два месяца. Условия меняются, и, соответственно, вы можете получить новые условия. Третье. Платите всегда частями, даже если денег у вас достаточно на счету. Люди должны привыкнуть к тому, что вы платите, да, регулярно, но не все. Пятое. Определите возможность с окупаемостью отделов. Здесь очень простая история, что, допустим, у вас есть HR, который может подбирать сотрудников не только вам. Он может работать для ваших франчайзи или для других ваших клиентов. У вас есть отдел маркетинга, который может заниматься лидогенерацией, опять же, на сторону. Почему нет? Подумайте, какие еще отделы могут реально принести вам прибыль и хотя бы окупить себя на время кризиса. Потом вы отыграете все обратно. Ну, хотя, если это пойдет, то можете сделать диверсификацию. Следующее. Консолидируйте собственные средства в инвестиции. Почему мы говорили, что платить нужно только тем, кто реально влияет на вашу выручку и прибыль, и оплачивая все счета, нужно только поэтапно? Потому что кризис – очень хороший момент для инвестирования. Появляется много хороших площадок с очень сговорчивыми арендодателями. Появляются бренды, которые можно сюда привезти. Появляется много возможностей других компаний, которые просто можно купить уже готовые проекты и интегрировать в свой бизнес. Поэтому храните деньги на инвестиции. Когда у вас был создан фонд на развитие во время планирования, вот сейчас как раз время его тратить. Следующее. В аренде оптимизируйте депозиты. Прежде всего вы можете пустить их в зачет аренды или заменить их банковскими гарантиями. Но ни в коем случае не нужно рассматривать депозиты как свой пассив. Те деньги, которые вы не можете вернуть. Это реально ваши ликвидные средства, и как минимум они должны быть в банковской гарантии. Как максимум желательно, чтобы это было в аренде. Следующее. Платим постепенно за аренду и только с оборотом. Мы должны понимать, что кризис это момент, когда нам не нужны нерентабельные проекты. Пока не договорились о скидке, останавливаем все платежи. Да, у вас может быть вариант, что вам отключат свет или прекратят доступ в магазин. Но поверьте, торговому центру точно так же, как вам, нужны деньги. Им нужно платить свои расходы, им нужно платить зарплату, им нужно отдавать кредиты, потому что все торговые центры закредитованы и на них очень жестко давят. Плюс закрытый магазин для них, это сигнал для остальных, что что-то не так. И тут же пойдут все остальные за скидками. Поэтому, еще раз, не договорились об аренде, не платим. И платим только в тот момент, когда вы подписали соглашение. По нашей практике, очень часто арендодатели забывают о тех договоренностях, которые были. И последний вариант, который мы не рекомендуем, но который, к сожалению, в антикризисном управлении нам приходится применять, это бегство. Когда мы понимаем, что арендодатель уходит в неадекват, что делать? Вы организуете ввоз товара, под этим на самом деле идет вывоз товара, пустые короба входят, полные выходят, магазин закрывается, арендодатель в залоге с дровами, ну, с оборудованием, извините, что я так назвал. Но в этом случае у вас есть актив, это ваш товар, который вы можете продавать и генерить кэш, и параллельно договариваться. В любом случае, этот магазин бы вам сейчас ничего не принес. И по нашей практике 99% арендодателей в такой ситуации договариваются. Продажи. Итак, у вас есть топ-3 задачи в продажах. Первое – это сохранить существующих клиентов. Второе – это приобрести новых клиентов, потерянных вашими конкурентами. Потому что в момент кризиса у всех паника, и никто не понимает, как работать с клиентами, все начинают экономить на сервисе, и сервис безумно падает. И третье – это приобрести новых клиентов с новых рынков. Опять же, здесь очень важно оторвать свое внимание от паники и посмотреть на бизнес со стороны, на те ресурсы, которые у вас есть, финансовые, и те технологии, которые были вами приобретены. У нас был кейс, когда наш клиент получил 107 из киосков в союз печати, в городе население, там, 30 тысяч человек за полярным кругом. В итоге, естественно, вы понимаете, что полиграфия в наше время, она нерентабельна. Что получилось? Мы посмотрели на эти киоски, как на товаропроводящую сеть. В итоге сеть получила порядка 14% EBITDA, и мы продали ее, ну, капитализацию не могу называть, у нас NDA, но собственник был очень доволен. Поэтому еще раз, посмотрите, что вы еще можете делать. То же самое, как в момент кризиса, когда закрывались все рестораны. Я узнал, что, оказывается, в Москве можно купить хорошие помидоры. Как? У меня рядом есть грузинский ресторан, они позвонили мне, здравствуйте, вы наш клиент, а хотите, будем делать вам доставку? Да нет, не надо. Хотите, будем делать вам какую-то еду, которая вам нужна? Может, фитнес-питание? Да нет, тоже не надо. Слушайте, а как у вас с продуктами? Да нормально с продуктами. А хотите, будем продукты вам доставлять? У них есть поставщики, и они этот поток пустили просто на своих клиентов, и в результате у меня всегда были прекрасные овощи и прекрасные помидоры. Итак, следующее. На удивление, многие забывают о том, что надо ставить план продаж. Без плана продаж, к сожалению, это путь в никуда. Если у вас ваши продавцы замотивированы только на процент, они будут зарабатывать столько, сколько они хотят. Когда у вас есть продаж, вы будете зарабатывать столько, сколько вы хотите. И самое важное здесь, правильно декомпозировать план продаж. Вы должны декомпозировать, то есть разработать его на отдельные регионы, на каналы, на отделы и на сотрудников. Когда вы приходите в магазин, первый вопрос, который вы должны задать продавцу, это какой у тебя на сегодня план и сколько ты сегодня делал. Только в этом случае вы реально получите отдачу. Следующее. Если у вас есть продажи, которые не связаны напрямую с ритейлом, введите для себя CRM и запись звонков. Мы отдельно расскажем затем. Если у вас есть ритейл, вам все равно нужна CRM, потому что вам необходимо контактировать с вашими клиентами. Только имея CRM, вы получите прозрачные каналы коммуникации, вы получите наглядность того, что происходит с вашими клиентами, и вы просто будете знать, что ваш менеджер в том же интернет-магазине не забивает на заявки и правильно отрабатывает все лиды, которые вы им даете. А каждый лид у вас имеет ценности, как читать мы поговорим чуть позже. Естественно, самые простые два инструмента интеграции – это AMA CRM и Bittrex. Если совсем ничего не понимаете, рекомендуем AMA. Следующий этап – это воронка продаж. Почему-то мы все о ней говорим, но никто ее не делает. Во-первых, внедрить CRM без воронки вы не сможете. Второе. Вы должны для себя понимать, на каких этапах отваливаются ваши клиенты. У воронки есть два очень важных показателя. Это конверсия из этапа в этап и ширина этой воронки. Где она уже, там у вас баг. Соответственно, если вы видите, что вам не хватает трафика, подумайте о лидогенерации. Если вы отправляете коммерческое предложение, но, к сожалению, на него нет ответа, подумайте, почему. Что в нем не так? Если мы говорим про воронку фэшн-ритейли, я так понимаю, что здесь в основном ритейлеры, то здесь та же самая воронка. Показатели просто другие. И первое, здесь нужно ее автоматизировать. Очень многие знают о том, что есть входящий трафик, который мы должны считать, и есть конверсия. Но мы все время забываем о том, что есть проходящий трафик мимо витрин. И в этом случае мы не доверяем торговым центрам. Мы не говорим, что они лгут, но мы в своей практике сталкивались с фальсификацией. Поэтому, если можете, поставьте счетчики внешнего трафика, либо, если не можете ставить отдельные счетчики, не хватает средств, поставьте 3D-камеры, это счетчики входящего трафика, которые можно повернуть на 2,5 метра от вашей входной группы. И вы будете понимать, сколько людей проходит, и сколько заходит из них к вам. Во-первых, это покажет уровень трафика в торговом центре, ну, либо на стрите. Это покажет плюс, как работают ваши витрины, потому что, если вы что-то сделали с витриной, у вас трафик в магазин должен поменяться. И опять же, к этому можно привязать бонус ваших мерчедайзеров и витринистов. Следующее – это входящий трафик. Ну, здесь, надеюсь, счетчики стоят у всех. И потом базовые этапы, которые часто, к сожалению, мы не делаем в магазинах. Мы не приветствуем, а это первый контакт. Если мы говорим про спину, то просто сломать лед, да? Да, люди могут на это не реагировать, но уже вы установили какой-то контакт. Это заданный вопрос, с которого мы начинаем. Это презентация ассортимента, потому что часто покупатель подходит, говорит, о, а дайте мне, пожалуйста, эту блузку или этот кардиган. Да, пожалуйста, но вы не покажете, что у вас еще есть. Какие есть вещи-связки, какие вещи-дополнения, и вы теряете свой средний чек. Следующее – это предложение и примерочное. Примерочное – это 80% продаж. Если вы не умеете работать в примерочной, к сожалению, вы, мягко говоря, не дорабатываете. А по большому счету, вам нечего делать в ритейле. Поэтому примерочное, как только вы человека оставили там, ему некуда деваться, вы его заперли. Тут же предлагайте дополнительные вещи. Если девушка или мужчина меряют брюки, предложите туфли, предложите пояс, потому что эта модель должна сидеть на талии. Там, предложите вещи-связки, предложите дополнительные аксессуары. Примерочно – это тот момент, когда реально вы можете предлагать много. И это самая важная работа у продавца. Очень хороший кейс. Посмотрите на кальцедонию. Если вы зайдете к ним, то у них часть ассортимента 20% выставлена, 80% находится в ящиках. Для чего? Когда вы выдвигают ящик, девушки, я так понимаю, видели это, то у вас сразу намного больше комплектов, которые вы можете себе подобрать. То же самое в примерочной. Приносите туда больше. Естественно, это до продажи на кассе. И самый важный момент, о котором мы всегда забываем, это на кассе мы должны с вами зарегистрировать клиента, получить контакты. Потому что только в этом случае он у нас подает с вами в СРМ, и мы сможем дальше с ним контактировать. И очень важно получить рекомендацию. Дайте за это бонус. Особенно, если вы сейчас планируете уходить в онлайн, либо уходите в онлайне, вам рекомендации нужны больше всего. Следующее, это отдел контроля качества. Часто мы связываем это только с производством. На самом деле, это самое важное в отделе продаж. И это не только те люди, которые наказывают и штрафуют. Прежде всего, это позволяет на конкретных кейсах обучать менеджеров. Мы чуть позже расскажем, как это делать. Мы расскажем о том, какая есть возможность. Вы можете дорабатывать те модули, которые реально не получаются у ваших менеджеров. Потому что видишь, что по ним идет сбой в воронке. И вы можете разработать новые. Вы опять же слышите, что какие-то клиенты были слиты. Ну, не удовлетворили их потребности. И вы можете дать более сильному менеджеру этот контакт, чтобы он их вернул. Опять же, это показывает качество работы менеджеров и развивает их потенциал. Потому что часто мы смотрим только на то, сколько они зарабатывают. Но многие могут зарабатывать еще больше, если правильно будут общаться с клиентами. Это, естественно, заставляет вести СРМ. Потому что самая большая проблема при ее внедрении, то, что просто ее не ведут. И, естественно, это повышает дисциплину. Потому что, когда каждый день вы должны отчитаться о том, что вы на рабочем месте, вы не только записываете журнал, но и реально есть регистрация, и, соответственно, фискализация для бухгалтерии при начислении заработной платы. А, кстати, в кризис дисциплина – это очень важный момент. Что касается онлайна. Здесь, если вы работаете с поставщиками в B2B или в B2C, но не в ритейле, записываете звонки. Это либо Cpune, либо задарма, либо мои звонки. Последний сервис позволяет писать с чего угодно. Хоть с WhatsApp, хоть с Telegram. А любой звонок, который есть у вашего менеджера, он обязательно должен быть записан. Следующее – это отдел контроля качества в ритейле. И здесь технологии, опять же, не стоят. Очень хорошая технология есть – это записи разговоров. Бейдж фактически где-то миллиметра четыре, наверное, толще, чем обычный бейдж. Здесь можно писать, можно не писать, что ведется запись. Но по нашей практике клиент нормально реагирует, что их записывают. И также есть отдельно. Вы можете отдать это в ОКК, а можете подключить технологию распознавания голоса. И автомат уже вам выдаст, где у вас были неправильные речевые модули, где нахамили, а где просто матом сказали. Такое, к сожалению, тоже бывает. И очень важный элемент – это ежедневные собрания. Мы знаем, что их надо проводить. Но, к сожалению, либо многие на них забивают, либо проводят неправильно. Первое. Мы должны говорить о том плане, который был, плане, который мы сделали. Нужно говорить о том плане, который стоит на этот день. Мы должны узнать, насколько менеджеры реально понимают каждый свой план и что они должны сделать для того, чтобы этот план выполнить. Следующее – это какие акценты по продуктам мы расставляем. Какие акции запущены на этот момент? А у вас в отделе всегда должно быть минимум две акции. Следующее – это вы должны сделать разбор двух лучших и двух худших звонков. Первое – это очень хорошая мотивация для менеджеров. Они, а, понимают, что их слушают. Если это в магазине, то, соответственно, это двух положительных и двух отрицательных кейсов, которые были у вас в ритейле. И второй момент – то, что вы реально на них обучаете людей говорить, что, вот, Лена, если бы ты сказал здесь по-другому, твоя продажа бы совершилась, потому что Аня сделала точно так. И в конце можно обсудить ворк-вопросы, но желательно этого не делать. Это собрание должно занимать до 30 минут. Следующее – это еженедельные собрания. Уже здесь вы можете подробно разобрать выполнение планов. Можете подробно разобрать те кейсы, которые были у ваших менеджеров. Здесь же отдельно вы должны провести для них тренинг. И здесь очень важно, а, тренинг провести по продукту, б, по продаже. Опять же, вы вынимаете те записи, которые сделала ОКК, те типовые ошибки, которые были, и разбираете их вместе со всеми. Основные принципы. Первое – это ежедневно мотивирует продавцов хорошими новостями. Очень часто в кризис мы сталкиваемся с тем, что собственник находится в подавленном состоянии, все горит, все плохо. Что получается? Продавцы также это видят. Он пришел, не дай бог, что наорал в магазине, все, продаж в этот день не будет. Вы должны показать, что вчера Лена продала настолько-то, а вот у нас есть новый продукт, а мы внедряем новую систему. Вот мы внедрили сейчас специально СРМ и отдел контроля качества, который позволит вам лучше продавать. Замотивируйте горящие глаза продавцов, лучше ничего не бывает. Очень простой, кстати, кейс. В одной из компаний мы пришли и увидели мертвое царство в отделе продаж. Мы рекомендовали просто ребятам надуть шары и положить деньги от 3 до 5 тысяч. И как только совершалась сделка, человек вставал, ему хлопали, он хлопал шарик и забирал деньги. И как вы думаете, какой был рост продаж? В три раза. За три дня в три раза, ребята, рванули. Следующее. Организуйте чаты для оперативного обмена информацией. Это действительно очень важно, потому что в наше время информационные потоки – это все. Первое – это чат менеджеров-продавцов, где вы будете собирать все объявления и давать все прямые распоряжения. Следующее – это чат ропов и директоров магазинов. И следующее – это чат кейсы. Чат кейсы – крайне важный чат, потому что когда вы видите какую-то сложную ситуацию, кейс, который вы знаете, как отработать, возврат, который приняли неправильно, либо это типовая ошибка, забейте это туда. И потом на собрании, которое будет раз в неделю, разберите еще раз это. В этом случае вы, а, имеете наглядную демонстрацию, и, б, вы имеете тренинг, оттачивающий навыки. Следующее. Вам очень важно понимать то, как вы идете по выполнению плана. Всегда есть опережающие показатели. Когда мы с вами смотрим выполнение плана на конец дня, это уже, знаете, анатомический анализ. Мы с вами должны предварительно понимать, как мы идем. Для розницы это на 13, 15, 18, 20. Для офисных сотрудников это 1, 14, 16. Что необходимо контролировать? Это выполнение плана по выручке, выполнение плана по трафику и плана по конверсии. Как только вы начнете это декомпозировать, и увидите, что ваш магазин идет не по плану, вы можете понять, что случилось. Возможно, кого-то из продавцов отправили принимать товар, либо кто-то конкретно не выполняет свою конверсию. И в этом случае у вас есть управленческое действие, которое вы можете применить. Следующее. Самое важное то, что ваши продавцы должны быть мотивированы. И для отдела продаж мы рекомендуем всегда вводить мотивацию 30, 60, 10. Где 30 это фиксированная часть, 60 это переменная, и 10 это тот бонус, который мы закладываем на ОКК, на те косяки. При внедрении ОКК мы говорим о том, что у вас появляется дополнительная монетизация, вы получаете дополнительные 10%, но из них мы будем вычитать ваши штрафы. Когда человек понимает, что у него есть какая-то сумма, которую он может получить, поверьте мне, он начинает за нее очень хорошо бороться. Следующее. Это табло персональной эффективности. Абсолютно простая банальная вещь, но работает хорошо уже лет 20, наверное. Что из себя представляет? Просто вы делаете некий график по вашим продавцам, где фиксируете одним цветом лучшего, другим цветом худшего, и вывешиваете в зонах максимальной коммуникации. Что это такое? Это столовая. Какая-то доска, где люди сталкиваются. Один наш клиент, извините, повесил это в туалетах. Но при этом, что получается? Даже в бытность мою и коммерческим, и генеральным директором, я помню сотрудников, которые бегали по офису, со словами «Оснимите, у меня уже деньги зашли, я уже не отстающий». Люди не хотят быть отстающими. Следующее. 8 базовых успеха продавца. Обратите на это внимание, потому что это крайне важно. Мы все об этом говорим, но почему-то не делаем. Первое. Задайте себе вопрос. Выглядит ли ваш продавец как амбассадор вашего бренда, если он впрямую коммуницирует с вашим покупателем? Либо его голос такой, как амбассадор вашего бренда, если он находится на телефонной линии? Следующее. Финансово мотивирован ли он? Понимает ли он свою мотивацию? И желательно, чтобы эту мотивацию он мог посчитать в онлайне каждый день. Обычно онлайн-калькулятор очень хорошо повышает мотивацию продавцов. И здесь есть еще один лайфхак, который мы часто применяем. Если вы знаете, в Америке зарплата выплачивается не как у нас раз в месяц, а раз в неделю. Как только вы начинаете выплачивать зарплату раз в неделю, мотивация продавцов меняется, потому что иначе обычно у вас в начале месяца идет спад, и к концу месяца они начинают зарабатывать, потому что понимают, что ничего не продали. Ну, у них не будет бонусов. Выплата зарплаты еженедельная позволяет вам избежать этого провала. Следующее. Эмоциональная мотивация. Не устану повторять. Подумайте о том, чтобы они были на позитиве. Следующее. Они должны понимать конкретные планы, что они должны сделать. И в деньгах, и в вещах. Они должны быть обучены продукту, хотя бы технологии спин. Если вы не можете позволить себе тренеров, посмотрите, очень много онлайн программ обучения. Если вы не можете себе их позволить, посмотрите ролики на ютубе. Но базово по спин их там очень много. Следующее. Посмотрите, имеют ли и пополняют они список отработки возражений. 80% возражений всегда абсолютно одинаковы. Есть такая шутка. Дайте мне список ваших вопросов, и я вам дам список моих ответов. Это действительно так. Просто записывайте. У вас есть ежедневные тренинги, есть еженедельные тренинги на собраниях. Отрабатывайте там это. И обязательно все это фискализируйте. И последнее. Отвечают ли они речевыми модулями. Люди воспринимают информацию очень просто и стандартно. Это психология. Посмотрите, какие речевые модули, опять же, с помощью ОКК, у вас работают лучше всего. Запишите их и внедрите их у себя. Итак, следующее – это маркетинг. Я не буду долго на нем останавливаться, потому что и сегодня, и вчера, и завтра будет очень много сказано на эту тему. Но первое, что я скажу, это ни в коем случае не останавливайте маркетинг. Как только вы остановили маркетинг, а на нем почему-то все начинают сразу экономить, вы остановили свою лидогенерацию. У вас больше нет притока клиентов. Вы изживаете старую базу тех, кто вас уже знает. К сожалению, это конечна. Итак, что является основным продуктом функции маркетинга? Это пришедшие в магазин потенциальные клиенты, понимающие ценность продуктов компании и имеющие средства для их покупки. Это очень важно, потому что для маркетинга не просто важен трафик, а важны те люди, которых предварительно они проинформировали о вашем продукте, которые понимают его ценность и которые реально могут его купить. Вам не нужны люди, которые пришли посмотреть. Очень мне нравится фраза Генри Форда. Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходится впустую, но не знаю, какая именно. И здесь очень важно понимать основные показатели маркетинга. И первое, самое важное, за что должен отвечать ваш директор по маркетингу, это ROI. Это маркетинговые расходы, зеленые на маржу, окупаемость ваших инвестиций в маркетинг. И в маркетинге важны ни каталоги, ни красивые картинки, ни какая девочка у вас на билборде, а важно ROI. Второе важное, RPV, это выручка на количество посетителей. Сколько у вас, как у вас монетизируется трафик, сколько вам дает каждый покупатель. Это либо растет, либо падает. Опять же, это зависит от того, как правильно таргетирована ваша реклама. И как в онлайне, так и в оффлайне. Следующее, это сколько стоит вам один лид, один зашедший человек в магазин. Очень важный показатель затраты на количество покупателей. Он вторичен, но он тоже очень важен. И, естественно, это прибыль на количество покупателей. Потому что, если у вас растет ROI, у вас падают затраты, но нету прибыли, ваша компания неэффективна, прибыль на одного зашедшего должна расти. Также есть еще очень интересный показатель, который, кстати, я здесь не указал, это дальше в HR. Это прибыль на одного сотрудника. То же самое с расширением компаний. Часто мы говорим, у нас неэффективные сотрудники. Поделите вашу прибыль на количество сотрудников. Этот показатель должен либо быть стабильным, либо расти. Следующее, это LTV. Это один из самых важных показателей. Это средний чек на количество покупок. Вам очень важно сохранять средний чек, об этом мы задумываемся, но подумайте о том, как часто люди к вам возвращаются, как мы их реактивируем. Потому что, когда мы говорим про баг в продажах, это говорит о том, что мы мало продаем новым и мало продаем старым. Нам нужно больше общаться с теми, кто уже купил, и реактивировать тех, кто к нам не ходит. Следующее, это обязательно делайте анализ каждого канала продвижения. Если канал не посчитан, должно быть правило, его не существует. Трейд-маркетинг. Один из самых важных инструментов маркетинга в кризис, потому что он напрямую окупает себя и конвертирует вам продажи. Всегда определяйтесь задачами и акциями. Не просто мы даем какую-то акцию, чтобы пошли деньги, а что мы хотим сделать. Мы хотим слить товар, мы хотим получить сейчас кэш, мы хотим максимально продать те товары, которые могут дать нам высокую маржинальность. Подумайте, какой финансовый результат вы хотите получить в итоге этой акции. И обязательно спрогнозируйте его и сделайте чек по концу акции. Никаких длинных текстов и изображений. Когда вы делаете любые постматериалы, вы должны их тестировать. Самый простой способ это относится и к постматериалам, и к витрине. Взяли А4 или А3, который вы хотите распечатать. Сотрудника состояние 2 метра он поднял и убрал. Вот запомнили, не запомнили. Сконвертил, а не сконвертил. И такая же история с витриной. То же самое 2 метра, А4. Это как раз адекватно тому, что вы смотрите на витрину. Подняли, опустили. Это среднее время 0,8 секунды, которое вы контактируете с витриной. Следующее. Это обязательно сделайте план промо. Для чего это нужно? Вы должны понимать, в какой момент, какие товары вам необходимы для этого промо. Когда мы просто кидаемся делать промо и скидываем цену на текущий товар, это не всегда эффективно. Это агония. Подумайте о том, что возможно вам нужно будет закупить какой-то товар на определенный период, на который вы сделаете скидку и за счет этого привлечете уже покупателей. Мы чуть позже об этом поговорим в разделе продуктов. Следующее. Это программа лояльности. И самое важное здесь, я даже не буду читать 5 пунктов, это сегментируйте, сегментируйте и еще раз сегментируйте. Начиная с AMA CRM, любая CRM-ка дает возможность вам RFM-анализа. То есть то, как часто люди к вам приходят, с каким чеком они приходят, и в зависимости от этого вы можете делать им абсолютно разные предложения. Валовые рассылки не работают, люди начинают по ним отписываться. Подумайте, как можно их сгруппировать, наймите отдельного CRM-чика, если не можете себе позволить на удаленке, пусть это будет аутсорс, но самое важное это сегментация, и вы должны считать для себя возвратность по вашим рассылкам, их окупаемость. И опять же, лайфхак, у нас с вами есть база отписок, в принципе мы не можем по ней рассылаться, но если честно, по ней все рассылаются, это дает эффективность обычно выше, чем обычная база. Следующее, добавьте видеоносители. Напоминаю, я заранее там извиняюсь, но принцип армянской палатки, если что-то горит и крутится, это привлекает людей. Вот здесь также, повесьте дисплей, и эти дисплеи должны быть видны, их должны замечать. Сделать на них движущийся контент можно в любом редакторе, на маке или на виндовсе, и это может сделать абсолютно любой школьник. Но это работает намного лучше, чем любой ваш красивый постер. Следующее, обязательно проводите опросы. Мы часто забываем об этом, но самое важное спрашивать наших покупателей. Почему купили? Что еще хотели бы купить? Что покупают у наших конкурентов? Вообще, почему они к ним ходят? То же самое, важно понимать, почему люди не купили у вас, что они у вас не нашли. Либо сделайте это аутсорсом, либо вашими сотрудниками, но обязательно дайте бонус. Иначе, к сожалению, все ответы будут не респонденты. И самый важный вопрос, с которым мы часто сталкиваемся, но не умеем работать, это НПС. Это удовлетворенность. Когда мы с вами от 0 до 10 оценим, насколько нас порекомендуют, а подспутно на самом деле, это насколько люди к нам еще вернутся. Здесь мы с вами делим на критиков и промоутеров. И после того, как мы с вами поняли НПС, они что-то нам поставили, задайте самый главный вопрос. А что нам с вами нужно сделать, чтобы вы поставили нам 10? И здесь они подскажут, как вы реально можете себя улучшить. И, кстати, здесь самое важное тоже снять плачь с супергероя. Ваш продукт никому не нужен. Вы должны узнать, что именно нужно вашим клиентам. Итак, принципы. Во-первых, в краткосрочной перспективе все инвестируем только в инструменты, которые мы можем посчитать. Второе. Обязательно мониторим ассортимент и акционность конкурентов. Мы часто об этом забываем, но не понимаем матрицу конкурентов, не понимая цены, не понимая основных QI, те продукты, по которым их идентифицируют покупатели. Я лично не смогу управлять компанией. Поэтому здесь это должно быть не просто на словах, а у вас должны быть отчеты. Самое базовое в понедельник утром, во вторник утром, когда у продавцов маленький трафик, пошли и сняли матрицу. Это делается очень просто. А, вы можете фотографировать. У нас нет закона, который это запрещает, никто не может выгнать. Второе. Диктофон, и вы можете снять всю матрицу. Так, в принципе, делаются съемы стандартные. Любая федеральная компания делает съем своих конкурентов минимум раз в месяц. И это делается съем всего ассортимента, артикул, цена, состав. Следующее. Снятие трафика и количества чеков у конкурентов. Когда вы говорите, у меня все плохо, почему? Это мнение. Давайте говорить о фактах. Выбираете несколько магазинов, которые для вас наиболее показательные, где у вас магазины, которые вы понимаете, работают хорошо, выбираете там конкурентов и ежедневно делаете какую-то покупку. Хотите, сдаете. Не хотите, не сдаете. Но по закону можете сдать. Это не будет у вас, это не проблема. Очень интересный момент в файловушке. А вот реально вы можете оценить мак-адреса тех людей, которые к вам приходят. Более того, вы можете это сделать прямо с магазином ваших конкурентов. Опять же, некий такой лайфхак, но таргетировать можете на них уже свою рекламу. И последнее, это упакуйте франшизу. У нас есть несколько кейсов, когда люди, имея 2-3 объекта и имея хорошую технологию, развивали сеть до 120-130 сеточек буквально там за 2-2,5 года. Опять же, очень много компаний, которые предоставляют такие услуги. Подумайте, это очень простой вариант привлечь инвестиции и плюс получить деньги в дальнейшем за управление этими проектами. Потому что в франшизу часто приходят люди, которые хотят инвестировать и не хотят сами управлять. Продукт. На MBA все время была очень хорошая фраза, которая мне нравилась, что деньги – это мнение, а прибыль – это факт. Вот в продукте мы всегда можем сказать, что деньги – это мнение, а остатки – это факт. Основной продукт функции это максимизация маржи на проданную единицу при минимизации оборотного капитала. То есть мы себе должны единичку продать с максимальной маржой, желательно за нее еще не заплатив поставщику. Итак, прежде всего, чтобы говорить о продукте, мы должны понимать, что мы должны управлять на базе жизненного цикла. Жизненный цикл товара – это период времени, в течение которого он оборачивается у вас на полке, то есть от момента входа до момента выхода его. Что это нам дает? Мы с вами должны прекрасно понимать, в какой момент продукт заходит в ваш магазин, когда он вам нужен. Обычно это начинается с 5% от продажи категории, потому что привезти его раньше вы заморозите деньги, привезти его позже вы потеряете продажи. И опять же категорийное управление это то, где лежат деньги. Вот есть на самом деле, наверное, кроме продажников, два самых важных человека в компании – это трейд-маркетолог и категорийный менеджер. Обязательно анализируйте пять показателей. Это выручка по категории, это маржа, процентная, абсолютная, оборачиваемость. И на самом деле, на мой взгляд, один из самых важных показателей, которые показывают нам истинную ценность нашего продукта – это джимрой. Это валовая прибыль, деленная на среднюю стоимость товарных запасов. У вас что-то вы можете продать с меньшей оборачиваемостью, но с большей маржой, что-то можете продать с меньшей маржой, но с большей оборачиваемостью. Вот джимрой все это уравняет. И вы реально поймете, что вам нужно, что вам дает деньги. Это ваше роя, это ваша ментабель с инвестицией. Итак, и следующий показатель – это плановый остаток. Вот из этих показателей категорийщик должен быть сто процентов замотивирован у вас на выручку, на маржу и на плановый остаток. Потому что в последнем может быть ваша прибыль. Вы можете увидеть в отчете прибыли и убытки то, что у вас все хорошо, и у вас там 20% EBD и 10% чистой прибыли. Но по факту в ДДС вы просто не выведите, потому что она будет лежать у вас на складе. Очень важный анализ – это ABCSYZ. Подробно останавливаться не буду, все его знают. И здесь есть два варианта, как можно его проводить и которые нужно проводить. Это выручка – чистота покупки и маржа – чистота покупки. Только так реально вы выявите свои бестселлеры. Очень важно понимать роли продукта, который есть в вашем магазине. Продукт – это не просто серая масса, а каждый продукт имеет там свою профессию. Точно так же, как люди у вас в компании. Есть те, которые генерят вам трафик, на который идут, но которые могут мало продаваться. Генераторы выручки, которые вы закупите и будете продавать с маленькой маржой на высокой оборачиваемостью. Генераторы прибыли, на чем, собственно говоря, вы зарабатываете деньги. Те продукты, так называемые феды, которые вы выставите в витрину, потому что не все хотят быть модными, но никто не хочет ходить в немодный магазин. Поэтому, а, или никто не хочет быть старомодным, мне очень понравилась эта фраза. Поэтому, выставите тот товар, на который люди будут конвертироваться. У вас, естественно, купят синий и черный пуховик. В середине повесьте белый или желтый. Айчивер очень хорошо сконвертирован. Айчивер – это та вещь, которая привлекает внимание. И кивиай. Чтобы понять, приведу не фэшн-пример. Когда вы заходите в продуктовый магазин, у вас есть картошка, молоко, или в ресторане суши, там, в Филадельфии, или с лососем, по которым вы определяете цену. У вас в магазине это может быть футболка, может быть какой-то базовый деним, базовая куртка. Сегментируйте для себя. Именно этот продукт должен продаваться по той цене, когда покупатель войдет и скажет, да, я могу себе это позволить. Он может сконвертироваться с него на другие, но этот продукт должен у вас присутствовать. Может быть и с минимальной маржинальностью. Следующее – это генераторы объема. И последнее – это тестовые товары. И опять же, очень важно, если вы что-то вводите, обязательно тестируйте. И тестируйте не на всей сети. Выберите для себя 5-6 магазинов, если у вас большая сеть, или 1-2, или нет, плохо сказал, 2 магазина минимум, где вы можете смотреть какие-то тесты. Не тестируйте сразу на всем, не рискуйте деньгами в кризис. Следующее – очень важно понимать ценовые сегменты. Разделите для себя либо на 3, либо на 4 сегмента. Как здесь показано, это средний минус, средний сегмент, средний плюс и премиум. Для чего? Иногда, анализируя выручку в магазине и маржинальность, мы видим, что средняя цена единички у нас падает. Почему это происходит? Один из наших клиентов сделал очень хорошую вещь. Он сделал заказ коллекции из максимально продаваемых изделий, убрав премиум сегмент. Что получилось? Люди, у которых есть деньги, перестали к нему ходить. У вас в магазине должны быть те вещи, которые, опять же, притягивают к себе людей и тот сегмент, который имеет более высокую доходность. Поэтому очень важно анализировать все ценовые сегменты, которые у вас присутствуют. То же самое. Уберете совершенно низкий сегмент. Люди перестанут к вам ходить, а продавцы могут их конвертировать в средний. Следующее. Основные показатели, которые вы должны видеть у себя постоянно. Либо Excel, либо BI. BI намного быстрее, проще работать, конечно. Здесь это единица, выручка, маржа, средняя цена. Это должно быть привязано у вас к плану и должно быть привязано к прошлому году, чтобы вы понимали, как вы идете. Должен быть планфакторный анализ. Естественно, вы это делаете в гендере, в коллекции и делаете это для себя обязательно в категориях. То, что вы должны для себя сегментировать, какая категория, как у вас работает. Для чего вам это нужно? Это поверхностный анализ, который дает вам возможность провести следующий. Глубоко уйти уже в единицу и на уровне SKU посмотреть sellout. Sellout это… А есть кто у меня здесь? Они работают. Посмотрите, желтый столбец, это норма, которая должна быть продана на текущий день. Исходя из расчета вашего жизненного цикла, когда вы по процентам распределили в неделю, сколько у вас продается единичек. Вы должны понимать, укладываетесь вы, не укладываетесь. Далее сюда уже можно элементарно подтащить скидку, которая вам нужна для того, чтобы вы уложились в этот процент. И на основании этого вы уже можете принять для себя решение либо о дисконтировании, скрытом или открытом, либо наоборот о дон оценке, либо о дозакупке. Потому что если вы не можете дозакупить, вам проще доценить товар и получить на нем большую маржу. Итак, основные принципы. Ценообразование в прайс-поинтах, потому что, когда все цены разные, управлять просто невозможно. Прайс-поинты обычно делаются от 500 рублей до 1500, это 100-200 рублей, и больше 1500, это уже 500 рублей. Это разница в ценах. Следующее. Выделение продуктов генераторов выручки и расширение их линейки, потому что в кризис это единственное, что может вас спасти. Слив неликвидов. И здесь есть такой процент, что если больше 16% у вас стока в магазине, покупатель это идентифицирует. И он понимает, что магазин уже не сезонный, он перестает к вам ходить. Это выделено опытным путем, поэтому следите за этим. Есть такое правило, что если у вас выбились размеры, многие оставляют их. На самом деле, есть два критерия. Первый жесткий, выбился один размер, артикул убрали до сейла. Мы рекомендуем, у вас обычно есть три ходовых размера, если один из них выбился, в этом случае артикул убираете, потому что всегда есть продукт-субститут, который купят вместо него, но пришла покупательница, эмоционально посмотрела, ей понравилось, она хочет такой, субститут немного другой. Субститут это продукт-заменитель. И соответственно, она уже уйдет к конкуренту. Поэтому уберите, вот эти два размера вам не сделают выручку, выставьте их в сейл. Следующий, программно разделите обязательно склад и торговый зал. Банально, не понимаю почему, но до сих пор люди этого не делают. И очень часто товары не продаются только потому, что их элементарно не вынесли из подсобки в торговый зал. Элементарный отчет с лечения, который делается каждое утро, показывает вам, что вам нужно донести. Следующее, финансовая мотивация продавцов на продаже. Не забывайте об этом. Порой это работает лучше, чем любая тренд-маркетинговая акция. И следующее, это как всегда, отказывайте от долгосрочных решений и не запускайте ничего из тестов. В кризис решения должны быть быстрыми, конкретными и максимально понятными для вас, то есть уже тестированными. Следующее, подумайте о вводе своих СТМ. Для чего это нужно? Когда вы продаете то, что продают все, вы конкурируете в цене. Как только вы назвали это своим СТМ, это какая-то марка, которой нет ни у кого, вы даете дополнительную ценность, дополнительную легенду и покупая ее напрямую у тех же китайцев, вы понимаете, что там нет наценки за бренд. Посмотрите, очень хороший референс здесь. Это бренд Econica. Там у них внутри мультибренд. Как минимум всегда присутствуют три бренда. Один свой Econica, там с подбрендами. Второй это Алла Пугачева и третий сезонный, коллабационный. И любая коллаборация, кстати, в зависимости от вашего объема, может дать вам очень хороший результат и отстройку от конкурентов. Восьмое, это предложите кастомизацию продукта. Очень хороший референс. Вы приходите в Uniqlo, пожалуйста, любой принт мы наносим вам. Это игра, играйте с покупателем, покупатели хотят сервиса. Если настал кризис, это не значит, что у людей нет денег. Они просто стали тратить их по-другому и с ними нужно играться. Очень важен принцип отстапа бендера. Утром стулья, вечером деньги. Покупайте все мелкими партиями. И желательно всегда все в отсрочку. Никогда не давайте предоплату. И подумайте о расширении гарантии. Это самое простое, что вы можете сделать. Но элементарно, приезжая в Икею, недавно я был абсолютно удивлен, что в течение года я могу вернуть вещь. Я никогда не был клиентом Икеи, но я очень об этом задумался. Персонал. Прежде всего, мы должны понимать, что основная функция персонала, ее продукт, это введенные в должность сотрудники, выполняющие свои KPI, соблюдающие этику компании. Не многие об этом думают, потому что чаще всего для людей HR это просто найм, это рекрутинг. Но рекрутинг это только функция. Вам, как владельцу бизнеса, важно, чтобы сотрудник часу был набран, либо раньше, он должен выполнять свои KPI, он должен зарабатывать для вас прибыль. И это задача HR, как правильно его найти, адаптировать и вести должность. И очень важный момент, это соблюдение этики компании. Мы часто не задумываемся об этом, но в кризис это часто выходит на первый план. Это мы должны убрать все контрнамерения, это противоположные цели компании, и убрать иные намерения, то, что сотрудник может увести от основной цели. Допустим, когда вы внедряете какую-то инновацию, вы говорите, мы хотим открыть новый магазин, либо хотим открыть интернет-магазин. И вы слышите, да нет, мы не умеем это делать, да нет, это сложно, да нет, это трудно. Или как однажды, это было удивительно у нашего клиента, когда они заключили очень хороший контракт, отдел, который закупает ткани и так далее, сказал, да нет, вы знаете, мы не выполним этот контракт, потому что мы такой объем просто сейчас не купим. То есть реально люди не дают заработать деньги. Поэтому еще раз, уберите любые контрнамерения. И вы должны общаться с сотрудниками, не то, почему это нельзя сделать, а как вы это сделаете. Безусловно, надо привести примеры, почему вы приняли такое решение, надо им его продать, но их задача, это не сказать, что мы это не сделаем, а сказать, как мы это можем сделать, и сказать, да, я могу это сделать, но ресурс на это нужен вот такой. Это логически, вы поймете, устраивает вас это или нет. Или иные намерения, когда вы поручаете сотрудникам что-либо сделать, рухи в стороны, и никто ничего не делает. И это опять же функция HR. Итак, KPI. Почему-то сложно, на самом деле, очень просто вести. Определите конечный продукт каждой должности, даже конечный продукт маркетолога, конечный продукт бухгалтера или финансового директора. Мы с вами сегодня уже об этом говорили. Определите его измеримые показатели. Если это будет финансист, то регулярность разрыва кэшфлоу и глубина разрыва кэшфлоу. Установите целевые показатели, выше, ниже которых там идут какие-то санкции, либо бонусы. Сделайте самое важное наглядный дашборд и всегда контролируйте его. Потому что если вы ввели какие-то показатели и не контролируете, к сожалению, никому это не нужно. Самый простой показатель это график. Игрались очень много, но график лучше всего показывает планфакторный анализ и для вас должно быть правило, что график всегда должен расти. Если это обратный показатель, допустим, это количество отказов, которое должно уменьшаться, сделайте обратный график, но опять же, эволюционирующий график самый простой, способ восприятия для человека. Опять же, посмотрите, сервис оргстаг, очень хорошо там все это реализуется. Либо базовый эксейл. Воронка найма. Мы почему-то готовы жаловаться на то, что у нас нет сотрудников, мы готовы смотреть и выводить кого-то на испытательный срок, но мы не готовы нормально простроить воронку найма. Часто мы говорим, что у нас нету лидов в воронке найма, нету отпиков. Что для этого можно сделать? Во-первых, пропишите должностную инструкцию, пропишите профиль должности, что вы ищете. Сделайте для себя гигиенические параметры, есть это переводчик, это знание языка, да? Пропишите для себя базовые параметры, без которых вы не возьмете, и оптимальные параметры, которые вам нужны. Оптимальные, но необязательные. Второй момент. Посмотрите на амбассадора своего сектора, своего рынка, как он дает объявление. У него все хорошо, потому что у него хороший персонал. Скопируйте это объявление. Если все равно у вас следов недостаточно в воронке, есть очень простой способ. Вы нанимаете людей на удаленке, обычный телемаркетинг, людей, которые звонят. Они начинают обзванивать по суперджобу, по хэдхантеру и раскидывать ваше объявление, вашу вакансию. Стоит это обычно там 10 тысяч, но реально вы получаете большой вход в воронку, а это самое главное, потому что дальше уже вы можете отсеять на квалификации, допустим, сделать какой-то базовый тест. Просто обычный тест, где вы поймете, что человек а усидчивый, в он просто прочитал вашу вакансию. Следующее это интервью. Не делайте больше трех интервью. Хорошие люди отсеиваются. Базовое интервью с HR, да, оно нужно, но 10-15 минут и договоритесь с руководителем, что есть сотрудник хороший, что вы тут же ему передаете его. Максимум три уровня интервью, это если вы нанимаете топ-менеджера, нужно собеседование там с исполнителем, либо с собственником. Очень важный момент – обучение. Мы часто забываем об этом. Самый простой базовый принцип, если вы все делаете сами, обучите самостоятельно, запишите это на видео и потом передавайте видеоматериал. Второе – напишите на бумаге, потому что когда у вас есть видео плюс описанный бизнес-процесс, это работает очень хорошо. И самое главное – для каждой позиции составьте список ошибок, которые на ней можно допустить, список косяков. Вам очень важно не оштрафовать за них, а чтобы сотрудник их не делал. И дальше, естественно, запустите это в регламент и его должностную инструкцию. Следующее – стажировка. Обязательно нужна стажировка и обязательно нужен наставник, потому что какую бы должностную инструкцию мы бы ни сделали, живой человек всегда объяснит намного лучше. И следующий этап – это зачисление в штат. Но на зачисление в штат у нас с вами рекоментирование не заканчивается, потому что важно удержать сотрудника и дальше его развивать. Мы все с вами знаем принцип, что за три года, если человек остается на одном месте, его надо либо увольнять, либо переводить. По факту сейчас это колышется уже от года до полутора. Жизнь становится намного быстрее. И опять же, еще раз обращаю внимание на ввод в должность. Первое – вы должны объяснить человеку, кому он подчиняется и кого он должен спрашивать, какие вопросы кому он может задавать, что именно он должен делать, какие его KPI, дать ему желательно мотивационную карту в Excel, потому что не все получают бонус ежемесячно, у кого-то есть квартальные и годовые показатели. Должны закрепить за ним наставника, сделайте ему наглядный дашбор, чтобы он и вы могли его контролировать, и обязательно закрепите человека, это может быть либо наставник, либо руководитель его отдела, который будет давать ему еженедельную обратную связь. Без этого, к сожалению, без коррекции люди вырабатываются и не генерят свой продукт. Следующее – это в компании должны быть ежедневные собрания. То же самое, что в отделе продаж. Обычно это проводится в 10 часов генеральным директором, либо собственником, либо исполнительным, где собираются все топ-менеджеры, и, соответственно, в 9 часов на уровне отделов. Для чего это нужно? Это собрание, на котором все сотрудники озвучат, что было сделано за вчера в цифровых показателях. Важно именно в цифровых. Две-три задачи, которые были реализованы, планы цифровые, которые они ставят себе на сегодня, и опять же две-три задачи. Вы рассказываете о том, какие есть продуктовые акценты, если они есть. Если какие-то моменты координации, здесь же они решаются. Но ни в коем случае здесь вы не обсуждаете, почему план был сделан, почему был не сделан, почему именно такой показатель. Потому что время этой координации 15 минут. После этого вы уже понимаете, с кем назначить встречу и с кем это обсудить. Но когда сотрудникам каждый день нужно говорить о том, что они сделали вчера и что они сделают сегодня, поверьте, они лишний раз напрягутся для того, чтобы хорошо отчитаться. Вспоминаем графики. Следующее. Не анализируем причины неуполнения собрания. То, о чем я уже говорил. Принципы. Первое. Когда вы вступаете в кризис, вам нужно выделить ключевую команду выживания. Потому что когда вы сделали ликвидационный план, вы должны понимать тех сотрудников, которые с вами пойдут до конца, дать им дополнительные гарантии. И вполне возможно, что в какой-то момент они будут зарабатывать больше, чем вы. Но вам важны будут те люди, которые либо пойдут с вами до продажи, либо до закрытия. Второе. Сокращение количества персонала. Не медите с этим. Спортмастер, если вы помните, закрыл магазины, сократил людей. К сожалению, вам лучше остаться с деньгами и потом рассчитаться со всеми, кто к вам придет. Либо быть красивыми, но без денег. И с разрывом в ДДС. Следующее. Переводите фод в сдельную оплату труда. Как мы уже говорили, 70 на 30 для продающих подразделений, 40 на 60 для всех остальных. И здесь у вас возникает очень хороший момент, то, что а, люди начинают наконец-то генерить свой продукт, пусть они за него получают, и б, вам проще их увольнять, потому что у вас большая часть находится в премии официальной. Следующее. Полный или частичный перевод офиса на удаленку. Сейчас удаленка намного эффективнее, чем реальный офис. Мое мнение, что реальный офис просто себя изжил, если у вас нету прямого контакта с клиентами, если они должны приходить к вам в офис. Если есть, делайте там офис продаж. Все остальное можно делать на удаленке. Замените непродуктивных сотрудников. Прежде всего, в кризис запускайте воронку найма. Люди падают в цене, и вам нужно максимально расширять свою воронку для того, чтобы менять тех сотрудников, которые непродуктивны, либо неэтичны, потому что кризис очень хорошо показывает неэтичных сотрудников. Следующее. Сокращайте фод сотрудников. Как это можно сделать? Принимайте сотрудников из других регионов. Удаленка позволяет вам набрать хороших продавцов за 50 тысяч. Если в Москве продавец за 78 тысяч будет работать там на четверочку, то в регионах или где-то в Украине он будет просто рвать и метать. Откажитесь от командировок, от части командировок, естественно, и затрат на обучение благодаря онлайн-обучению. То, что мы с вами говорили, очень много онлайн-обучения сейчас продается. Есть очень много онлайн-платформ, которые позволяют вам кастомизировать обучение, если у вас есть свои специалитеты. Тот же самый GetCourse и Motivity. Следующее – это сокращение бюрократии и увеличение скорости принятия решения. Прежде всего, это переход в электронный документ-оборот. ИЦП, во-первых, сейчас всегда принимается в суде. Во-вторых, когда вы даете доверенность на ИЦП своим сотрудникам, у них намного повышается ответственность. И еще один очень важный момент. Все задачи всегда должны быть в таск-менеджере. Мы, когда внедряем проекты, всегда говорим, у нас есть правило. Если задача не отражена в таск-менеджере, это либо Трелла, либо Асана, этой задачи не существует. Есть задача не сфиксирована электронно, вы ее никогда не проконтролируете. И закрытие, сокращение площадей малонетабельных торговых точек с учетом тех докладников, которые сейчас у вас есть. Итак, самое важное это интеграция изменений, потому что вроде бы все хорошо, все понятно. Переходим в компанию. Саботаж. Есть четыре вида саботажа, основные, с которыми мы сталкиваемся. Первое, сотрудники сопротивляются изменениями. Ну, во-первых, сопротивляться изменениям это нормальная реакция организма. Мозг от нас хочет, что, пиво, чипсы, телевизор сидеть дома, как и мама. Второе, это сотрудники не обученные под новые процессы. Они просто не понимают, что им делать. И поэтому здесь очень важно провести обучение, как мы говорили ранее. это компания, которая манипулирует сотрудниками. Вы понимаете, что вы вводите новый процесс, после чего сотрудник будет уволен. Объясните ему это. Либо дайте новому сотруднику внедрение, либо этому дайте бонус, и он счастливый внедрит, и потом идет в другую компанию, и будет всем рассказывать, какие вы классные. Либо у сотрудников просто мало информации. Вот это самое ужасное. Тогда начинаются все беседы в курилках, объясните им, что вы хотите, потому что любая интеграция, которую вы проводите, она должна облегчить их труд, и б, она должна увеличить прибыль. Когда увеличивается прибыль в компании, появляются новые позиции, компания растет, сотрудники больше зарабатывают. Второе, это изменение не доводится до исполнения. Здесь, опять же, вы неправильно проинформировали сотрудников, они не понимают, что им надо, они не имеют переводчиков. Вы привели каких-то аудиторов, фрилансеров, экспертов, которые что-то вам наконсалтили, а как все это внедрять? Или, самое базовое, внедрен какой-то бизнес-процесс, который люди не понимают. И здесь, на самом деле, кроются самые большие трудности. Следующее, самое любимое, это сотрудники формально соглашаются, но по факту саботируют процесс или просто ничего не делают. Здесь, опять же, вы их не проинформировали, не объяснили, для чего им это нужно. У вас отсутствует система управления изменениями, вы базово не фиксируете задачу в task manager. Вы просто не задаете вопрос, а почему это не сделано, сегодня наступила дата. Вот без этой фразы, к сожалению, интеграции не работают. Изменения внедряются стихийно, чайка-менеджмент, когда мы говорим, что мы один бизнес-процесс поменяли, а второй остался прежним, и они идут в конфликт друг с другом. Либо не созданные условия для реализации изменений. Вы поручили не тому сотруднику, у которого есть компетенция, не хватает ресурсов, либо на это не хватает каких-то денег. Банально вы должны уточнить, что именно тебе мешает. Поэтому цель ежедневного собрания, которое вы проводите по интеграции, а это такие же собрания у вас в компании, что вы сделали и что вам мешает. Это очень важный вопрос, который вы должны задавать. И, естественно, это нет изменений на уровне бизнес-процессов. Потрясающий момент буквально на прошлой неделе наш клиент внедрил CRM, менеджер не пользуется. Вопрос, почему? А у кого говорит, да все очень просто, потому что в CRM внедрили, там одна воронка, а они работают по другой воронке. Ну, естественно, неудобно. Изменяйте бизнес-процессы. И нет систем обучения. Еще раз обращу внимание. Как только поменяли процесс, написали короткий регламент, сняли короткое видео, написали те косяки, которые могут быть при этом бизнес-процессы, отдали это людям. Без этого не работают. И самое важное, чтобы вы понимали, любой кризис прежде всего вытягивает собственник компании и исполнительный директор. Не бывает такого, что компания справится сама, либо вы взяли какого-то суперконсультанта и он все решил. Я не буду хвалиться, но я считаю, что мы достаточно экспертные. Но мы никогда не работаем в компаниях, когда собственник, то, что называется, сливается. Потому что в этом случае измене проводить невозможно. Более того, тот инструмент, который мы внедрим, он потом не сможет им управлять, потому что это будет наш инструмент, а не его. И основной принцип это действуйте. Самое важное в кризис это скорость. Порой важно количество действий даже, а не качество. Главное, чтобы они ввели к одному результату. Коллеги, у меня все. Готов ответить на вопросы. Есть пять минут. Есть тишина, то ли понятно все, либо непонятно ничего. Тогда здесь мои контакты. Если кому-то будет нужна презентация, пожалуйста, пишите письмо, я вам пришлю. Все, всем спасибо.